Почта принесла мне из дневника мозаики изумительные фотографии. То изображаются глаза паука, то изображаются два страшных насекомых, которые сидят на веточке, как два листка, один оранжевый, другой зелёный, и о чём-то беседуют между собой. И удивительно, как они нарядно оделись, как они нарядно оделись, скрыв свою природу, полностью одевшись, как листок дерева. В общем, изумительные фотографии. Он как-то умеет подсматривать удивительные вещи в природе. А вот совершенно ещё только что родившийся птенец, у которого не открылись глаза, рот открыт, голое совершенно тело, как будто бы это из духовки вынули обжаренного цыплёнка. Такой вот вид у новорожденного птенца, который вылез, видимо, только что из яйца. Но это же надо увидеть такое редкостное зрелище. Ну вот. И о нём я написал эссе. И надо прочитать о нём эссе. Да, удивительные фотографии – это не фотограф снимал, а мыслитель. Каждая фотография увлекает за собой бурный поток мыслей того, кто разглядывает с этого. А, дескать, это всё наши предки. Дескать, они живут параллельно с нами, но только в форме других существ. Только в форме другие. Дескать, это всё мы, всё мы, но только переодетые. Вот в этом волшебство искусства передавать состояние души художника, в данном случае фотографа-поэта, я бы сказал, так как его мысль поэтически и высоко, и глубоко парит над природой. Гениальный фотограф. И ещё хочется добавить, что всё это – изумительная иллюстрация к мысли Сократа. Что красиво, то полезно. Красиво то, что полезно. Красивые на балдашники у пальцев ящерки. Вот мы разглядываем. Такие шарики на конце каждого пальчика. Как будто новогодние игрушечки прям. Но она этими присосками бегает по потолку. То есть красиво то, что полезно. Я прочитал, что он думает об искусстве фотографирования. И понял, что я не ошибся. Это мыслитель и поэт. Он ясно заявляет, что желает передать красоту. И чувство симпатии к тем, кого считают отвратительными. И поэтому нефитно-ки очаровательные ползающие гусеницы по веточке. Зитно-очаровашки. И дивные образы насекомых. Изумительные мысли природы. Как будто бы вот этот насекомый, это как будто мысль природы. Который идет из космических глубин. А он так их и называет. Любовно насекомых. Что это пришельцы из космоса. Вот я сейчас зачитаю две его мысли. Я стараюсь показать моих моделей с сугубо личной точки зрения. Мои фотографии это попытка ответить на чисто гипотетический вопрос. Какого рода снимки насекомые и остальные мелкие животные хотели бы увидеть на страницах журналов? Мне приходит на ум термин гламурная макро. Действительно. Он из гусеницы делает некоторый гламур. Я сконцентрировался на внимании на живых существах, которых обычно недолюбливают и всячески избегают. Из-за того, что они не милые, пушистые и теплокровные создания. Но я обратился к ним, конечно же, не по этой причине. Странные инопланетные формы привлекают меня. Насекомые, чуждые для нас создания, напоминающие пришельцев из других миров. И чем ближе к ним подходишь, тем сильнее это впечатление. Рептилии, в свою очередь, демонстрируют свою восхитительную барочную структуру, чешую, рожки и гамметизирующие глаза. И даже жабы, полные обаяния и грации, пусть и в своей липковато-склизкой манере. Ну вот, он и пишет обо всем так остроумно и доброжелательно и мило. Ну и все это наполняет, естественно, его и фотографией. Поэтому я и говорю, что содержанием искусства является состояние души художника.